Я уже немножко рассказал о том, как используется визуализация, как используются практики звучания. Сегодня я хочу еще сказать несколько мыслей о дыхании, для чего и как это используется. Дыхание может использоваться, например, для того, чтобы регулировать движение энергии в каналах, потому что движение в каналах, оно с этим может быть достаточно тесно связано. И в целом, например, когда мы вдыхаем, мы вносим что-то снаружи внутрь. Когда мы выдыхаем, мы что-то выдыхаем изнутри наружу. То есть фактически мы можем через дыхание питаться, втягивать энергию, энергию солнца, луны, воздуха, предметов, вообще всей внешней энергии. И на выдохе мы можем как бы удалять из себя продукты жизнедеятельности, токсины, какую-то мутную цель, можно выдыхать болезнь. Это называется, даже специальный терм, называется выплевывать болезнь. То есть можем представить себе, что где-то у нас есть болезнь и целенаправленно ее выдувать, выдувать, выдувать. И когда, например, регулируются каналы или работаете с каким-то органом или каким-то местом в теле, то дополнительно используются пасы руками, какие-то или мудрые. Но еще и вот сам факт фокусировки и координация дыхания, он позволяет восполнять энергию, например, на вдохе, мы можем направлять энергию в нужное место. И на выдохе, наоборот, извлекать энергию из этого места и как бы удалять ее из энергетической системы организма. И чаще всего, например, как правило, мутные ци направляются в землю. Хотя не вся земная энергия состоит только из мутной ци, там есть и необходимая для нашей жизни энергия, очень полезная. И мы можем точно даже на вдохе поднимать энергию земли в тело, то есть ладонь направлена вниз, она как бы ведет. Или наоборот, погружать энергию неба сквозь тело, тоже очищать или наполнять. То есть дыхание, оно используется как активный инструмент для того, чтобы либо в что-то внести внутрь, либо что-то извлечь наружу. Внутрь вносится что-то позитивное, конечно же, то есть мы питаем энергетическое тело. А наружу вводится что-то негативное, то есть мы берем ту часть энергии, которая является болезненной или как бы в той же сейсбне, токсичной. И мы извлекаем ее наружу, а также при помощи дыхания мы можем перемещать энергию внутри тела, например, на вдохе и на выдохе, в зависимости от того, какая у нас стоит задача. Вторая роль дыхания состоит в том, что там есть фаза вдоха, когда наружный входит внутрь, есть фаза выдоха, когда внутренний выходит наружу. Но также есть фазы между ними, между вдохом и выдохом, между выдохом и вдохом. И там есть вот точки покоя, то есть равновесие дыхания достигается через достижение осознанного равновесия в точках покоя между вдохом и выдохом. Вот здесь мы можем познать глубочайшую тишину и покой в нашем сознании и связь с пустотной основой всего. И поэтому дыхание еще и применяется для регуляции ума. Во-первых, когда дыхание спокойное, глубокое, равномерное, то ум автоматически успокаивается, но он находится в максимальной точке своего покоя, как раз в точках равновесия между вдохом и выдохом, выдохом и вдохом. Поэтому дыхание может применяться еще и с этой целью. Ну и, конечно же, если человек уже овладевает специальным методом дыхания и хочет знать все о дыхании, например, я делал курсы, например, «Дыхание 5 элементов», где я объясняю принцип вообще полного раскрытия дыхания или для того, чтобы у вас повысился энергетический потенциал, или чтобы вы очищались от своей хроники или каких-то напряжений. Ну и, конечно же, это может быть основой, которая затем сочетается с другими методами. Поэтому дыхание может быть также и целым путем, то есть и методом исцеления, и методом повышения энергетического потенциала, но это уже требует достаточно серьезного и глубокого изучения, которое мы уже есть у нас в этих программах. Но как бы в целом я сейчас объясняю принципы, допустим, визуализации, звучание дыхания, какую роль они играют, и чтобы было понятно, если у вас возникает, например, интерес и намерение овладеть, то для чего-то, не потому что дыхание, и все говорят, что это полезно, а для чего конкретно вы хотите это сделать. На этом пока все. Спасибо и до новых встреч! Продолжение следует...